И проблема человеческой памяти заключается в том, что она запоминает слова и выражения, и вообще всё в принципе. То есть память устроена так, что она ассоциативная. То есть если у мозга нет никаких ассоциаций к тому, что вы пытаетесь запомнить, то, соответственно, он это, конечно, может быть запомнить. То есть это то, что называется зубрёжка. Вот, но образы это мнемоника уже улучшит зубрёжку. То есть по сути это тот же самый метод, он просто работает более эффективно, если мы используем мозг за какую-то мнемонику и так далее. До 100 слов. То есть если вы знаете меньше 100 слов, то можно свободно считать ваш уровень нулевым. Соответственно, на этом этапе единственное, что от вас требуется, это выучить 100 слов. Притом я заранее говорю, что эти слова должны быть существительными. Поэтому нулевой уровень можно считать подготовительным этапом. То есть как бы вы набираете лексику, с помощью которой вы будете изучать грамматику. Вот это именно так работает. То есть у вас должно быть минимальное знание слов, чтобы изучать грамматику. Задача начального этапа – научиться строить предложения «я» простые. То есть простые предложения – это, если помните из курса русского языка, простые предложения – это предложения, в которых есть подлежащие и в которых есть сказуемые. И в которых одно подлежащее, одно сказуемое, и никаких подлежащих и сказуемых в нем больше нет. На примере английского языка. То есть у нас есть 12 времен, по сути. У нас есть три типа времени, три категории времени. То есть у нас есть прошедшее, настоящее, будущее. И, соответственно, simple, continuous, perfect и perfect continuous. Вот. Соответственно, прежде чем пытаться запомнить любую из этих конструкций правильно, нужно осознать, что их 12 для начала. Ну и так далее. Все вот эти вот нюансы, да, вот это нужно вначале понять. Нужно понять логику языка, прежде чем пытаться заучивать какую-то конкретику. Вот. То есть нужно ознакомиться со всеми вспомогательными глаголами в английском языке. Проблема образования, в том числе частного, да, то есть вот эти вот все курсы языка, о которых меня постоянно спрашивают. Не ходите на курсы иностранного языка. Это трата времени абсолютно бесполезна. То же самое касается и большинства репетиторов. Проблема этих курсов заключается в том, что они не дают понятия языке. То есть отдельно заучиваются какие-то конструкции, притом не до конца, притом кое-как. И условно говоря, в кавычках, естественно, вы заучили какой-то материал, вы забыли его тут же и передвинулись к следующему материалу, который вы точно так же заучиваете и точно так же потом переходите к следующему. То есть происходит переход от теми к теме, на которой не дается достаточно времени, чтобы его выучить, на которой не дается никогда никакого повторения. В итоге вы просто тратите время, потому что запомнить такие объемы информации невозможно физически. То есть мозг наш достаточно сложно воспринимает новую информацию, особенно когда она в таких объемах. Поэтому на третье занятие мозг решает просто забить. И для него это колоссальная нагрузка, поэтому в целях сохранить рассудок и не сойти с ума он просто выключается каждый раз, когда вы выходите на эти курсы. Начальный уровень. Вот вы посмотрели на то, какие типы предложений у нас есть, посмотрели на особенности языка, посмотрели, как изменяются глаголы, поняли, что у нас четыре формы глагола. Первая, вторая, третья и инговые окончания. Вот посмотрели на это все, более-менее запомнили. На начальном этапе достаточно просто осознать, что они есть. Есть 12 времен. Каждое время у нас отличается наличием смоцельного глагола и глагольной формой. Картина вот такая вот. То есть на начальном этапе нужно понять, каким образом работает язык. То есть вот эти вот формулы, эти самые языковые, их нужно вначале понять, потом не надо пытаться выучить то, что вы не понимаете. Каждый раз, когда вы пытаетесь выучить, зазубрить, я имею в виду, на начальном этапе у вас стоят две задачи. Задача первая, понять, каким образом устроен язык. Ну, подустроен язык, я имею в виду, первое, это порядок слов-предложения. Второе, это каким образом устроена грамматика. Ну, то есть, как правило, ну, по крайней мере, в европейских языках, там все упирается в образование времен. Да, сколько есть времен, когда, какое из них используется, какие у них особенности, что у них общего. Самое главное искать закономерности. Нужно обязательно найти, что в языке общего. Еще раз, мы посмотрели на то, как устроен язык, запомнили, каким образом, каким образом работает порядок слов-предложений в этом языке. Значит, нашли все закономерности для образования разных типов предложений, да. Вот. И после этого, после того, как вот это вот все мы сделали, после того, как мы это поняли, после того, как мы это запомнили, мы начинаем изучать все это в частности. Идеально вообще записать, да. Лучше взять какой-нибудь дневник, ну, или тетрадку тоненькую и так далее, и записывать все ваши находки в языке, который вы изучаете. В этот дневник изучения языка мы записываем не какие-то формулы, не какие-то слова, не какие-то идиомы и так далее. Мы записываем то, что мы обнаружили сами, самостоятельно. Да? То есть какие-то нюансы, которые мы заметили. Да, то есть не то, что вы там взяли список, я не знаю, там 100 самых распространенных слов и так далее, и все вы их в эту тетрадку переписываете. Нет. Вы записываете то, что привлекло ваше внимание. То, что вот вам стало интересно, вы нашли ответ на этот вопрос, и это вы записали. Еще раз. На начальном уровне мы смотрим на структуру языка, на порядок слов в предложении, на времена, ищем закономерности, запоминаем их, и все вот это вот прелесть записываем в тетрадочку, в дневник, что мы получаем по результату изучения начального уровня. Мы можем встроить, по сути, любое предложение правильно. Начальный этап заканчивается, если брать английский язык, когда вы можете образовать любое предложение любого типа в любом времени английского языка. То есть present perfect continuous, past continuous и так далее. Вот когда вы все эти времена можете образовать, и вы знаете, для чего они используются, на этом у нас начальный этап заканчивается. Задача продолжающего уровня заключается в том, чтобы научиться использовать исключения, скажем так. Естественно, не все исключения, ну так, по крайней мере, ознакомиться с категориями исключений и научиться ими пользоваться. Неправильные глаголы предлагают зубрить. Как я уже сказал, зубрежка – это самый тупиковый способ изучения языка, поэтому зубрить их не надо. Единственное, что с ними нужно делать, это когда вы работаете с текстами, в словарик записывать не одно слово, не первую форму глагола, а сразу все три формы глагола. Идеально было бы, конечно, научиться пользоваться транскрипцией. Проблема заключается в том, что научиться пользоваться транскрипцией – это лишние месяца еще два изучения языка. Если вас сильно волнует ваше произношение какого-то отдельного слова, которое вы записали русской транскрипцией, вас в любом случае поймут, у вас будет акцент, я не спорю, но я вам серьезно говорю, это самая мелкая проблема, которая у вас возникает при изучении иностранного языка. Ваш акцент никого, кроме вас, не волнует. Курсы пытаются навнушить, что вот, вы не говорите, у вас русский акцент, вас никто не поймет. Они не очень правдивы в этих утверждениях, они просто пытаются заработать на вас бабла, основываясь на вашей неуверенности в своем произношении, которое никого, кроме вас, опять-таки, я повторюсь, не волнует. Если нет, то вы можете вообще забить. Главное, убедитесь в том, что то, что вы записали русской транскрипцией, оно более-менее соответствует тому, что вы слышите, когда вам сайт его произносит. Если вы вдруг при проверке выясняете, что вы чего-то не знаете, что вы что-то забыли из того, что вы изучали, вы на следующей неделе начинаете это изучать снова. Это именно так работает, потому что без повторения никакая грамматика, никакая лексика у вас никогда в жизни не запомняется. Ну вот все вот эти вот нюансы. То есть, как бы, задача продолжающего уровня у вас заключается в том, чтобы помимо тех знаний, которые вы получили на начальном уровне, то есть использование языка, ну, то есть таким, как вам нужно, вы начинаете привыкать к тому, что все правила, которые вы выучили на начальном уровне, не всегда работают. В продолжающем этапе можно начинать подключать иностранные материалы. То есть не в учебники залипать, а именно слушать, смотреть, читать живую речь. Соответственно, вы будете меньше стрессовать из-за того, что вы ничего не понимаете, и оно, наоборот, будет вас мотивировать изучать язык дальше, чтобы вы могли смотреть не только «Свинку Пеппа», но и более продвинутые мультики. Например, «Аладдина» или «Моану» или какие-нибудь другие диснеевские мультфильмы. То есть старайтесь избегать на этом этапе, на этапе продолжающем, каких-то сложных тем. Спасибо.